ну что ж друзья мои всем привет мы сегодня идем с вами в манго что у нас здесь на витрине всякие интересные летние одежды без продаж никаких нету вон у входа все розовенькое вот такие красоты краса красоты простите оборчики то сейчас моде говорят так зелененький жакетик давайте быстренько пробежимся просто пробежимся симпатичная какая сумчонка за 66 долларов такие платья красного много он интересно какое платье смотрите с каким полосочками такое за 130 долларов красивая же правда есть такая еще юбка все это же юбка очень красивая расцветка и вот похожая блузка на блузка с другой ткани немножко видимо у них сейчас тема такая 66 долларов блузка комбез бежевый так здесь плащи база такая джинсы всякие этот как он называется хаки цвета яркие были я так понимаю только у входа ну в общем короче джинсы вот что-то синий комбинезон нормальной одежды нету все какое-то такое видимо стоит с одним плечом нарядно красивое трикотажное платье за 76 долларов подешевели немножко дешевле стало но это не мой фасончик жакетик под шанель красиво как у судить 180 долларов такими крючками интересными симпатичные так на первый взгляд я не вижу ничего чтобы меня привлекло платьев горошек я уже мерила недавно так что вы можете с другой фасон красивый кстати фасон интересный лузов горох вот такой костюмчик что-то похожее мы уже с вами мерили еще одно платье в горошек еще одно платье в горошек только в другой горошек рубашки такие блестящие вот такие блузочки за 66 еще жакетик черный а мы уже его видели по моему как-то что-то и вот белый такой что-то не очень изменился ассортимент я бы сказала мне кажется так поэтому ну я надеюсь что я что-нибудь сейчас найду все-таки ну хоть чуть-чуть я не думаю что будет сегодня большие примерки не спустя особо ничего не вижу чтобы мне что-то такое прямо интересное что вам не захотелось прям очень сумка красивая смотрите как за 95 долларов красивой форме такой черный интересный золотые черевички серебряные вернее так ну будем сейчас искать что нибудь так друзья мои всем привет мы в манго я буду сейчас бороться с музыкой которая здесь безумно громкая я вроде уже в наушниках все равно очень помогать вы знаете каждый раз когда есть но не каждый раз я очень часто снимаю в манго я вот в этом платье я не знаю почему то у меня вот как я как это платье надеваю так меня несет в манго удивительно это ну неважно вы его видели сто раз это даже показать не буду и очень я нашла интересный плащик джинсовый смотрите какой классный очень он мне прям нравится два прикольных платья вот такое и вот такое надеюсь что я в него влезу хотя она здесь узенько это ларч ну посмотрим и костюм красные брюки и жакет посмотрите как это подходит одно к другому может быть да ну в общем все давайте начинать примерки надеюсь что будет весело так ну что платье симпатичное но как-то мне кажется во первых это не не очень все мой фасон это large но мне как-то маловато вот тут вот как здесь здесь как будто что-то вот лишнее а вот здесь прям так очень облегает сильно ткань дешевая сшита не очень хорошо видите вот там внизу разрез и как-то видно ну как-то не знаю такое ощущение я на днях была в коз там совсем такое ощущение от вещей ну потому что это манго мы ходим во все магазины и нам нравится мы любим все ну что-то любим больше что-то любим меньше короче она у меня как-то маловато хотя я хочу сказать что в нем особенно живот не выпирает полосочки не совпадают в шве ну понятно да в общем что-то я не пойму вроде бы это large но может мне надо было экстра large может он был побольше размер если честно вот мне понравились эти полоски на на вешалке потому что мне показалось что так интересно экстравагантно надела я этого себя и мне кажется что это какой-то слишком 103 вот так торчит. В общем, не моя. Так, я надела сверху пиджак на это платье. Вроде бы как цвета немножко совпадают, но не совсем. У меня есть брюки. Вот сейчас я лучше померю с брюками. Пиджак очень хороший. Мне он очень нравится. Вот я вот так хорошо сделал, хорошо шит. Единственное, с этим платьем что-то ничего не некрасиво. Вот я не знаю. Даже вот эту джинсу вот эту я буду мерить вот с этим. Потому что с этим платьем как-то оно такой интенсивной расцветки, что как-то, не знаю, мне не очень нравится. Так, посмотрите, 100% полиэстер. Написано, что это итальянская ткань. Вот написано Italian Fabric. Не знаю, может быть, да, ну как бы. Так, размер был large. Стоит оно 130 долларов. Вот его коды. Если кому-то нравится, но, честно вам сказать, на 130 долларов оно не тянет. Ну, наших канадских. Совсем. Ну, какая-то ткань такая совсем. Ну, полиэстер, полиэстер розен. Я не знаю, как-то оно, ни подкладки, ничего. Как-то оно выглядит дешево. Дешево. И расцветка это тоже не очень. Так что, если кому нравится, то, конечно, девочки, но я хочу сказать, что за эти деньги, ну, это у нас в Канаде, потому что я знаю, что в других странах манго намного дешевле. Вот. Поэтому может быть, конечно, если вы хотите, но мне кажется, что в том же Ичинэм или в той же Заре можно долларов за 70 за 80 купить платье лучше, чем это. Но, так сказать, не такой, не такого дизайна. И если у вас манго не очень дорогой, то нормально. Вот костюм реально... Так, я буду как-то вот так телефон, вот так вот. Буду держать телефон, чтобы прикрыться. У меня нету топа никакого. Костюм реально мне нравится. У меня нету топа, поэтому я буду держать. Очень красивый цвет. Он, вы знаете, даже не передает. Он как будто бы оранжевый. На самом деле нет. Он такой персиково-красный. Вот так. То есть он не очень оранжевый. Сшит хорошо. Брюки сидят хорошо. Сейчас покажу. У меня нету никакого топа. Нет. Никакого. Мне нравится. Костюм достойный. Вполне. И очень красивый цвет. Но очень яркий, девочки. Это если вы не боитесь яркого и не боитесь выделяться и выглядеть как-то вот так. Прям как пожарная машина. Но он не пожарная машина. Он прям такой, знаете, оранжево-розоватый. Вот такой вот цвет. Хорошие брюки. Как вам их показать? Чтобы не позориться мне. Вот такие вот брючки. Вот такие. Замочки. Нормально. Это ларч у меня. Кармашки. Все дела. Сзади на резиночке. В общем, вот такие узенькие. Обычные. Я говорила, что немножко они для меня... Мне кажется, узковатые внизу. Мне кажется, с таким жакетом, если бы они были немножко внизу пошире, такие более-таки палаццо, мне кажется, было бы лучше к этому жакету. Потому что жакет такой прямой, немножко оверсайз, неприталенный. И здесь как-то, мне кажется, нужны такие длинные брюки. А эти не совсем. Мне, честно говоря, вообще не нравится их длина. Даже не важно, с этим жакетом или без него. Но как-то мне кажется, ширина и длина как-то старомодные немножко. Правда? Так, вы знаете, жакет и брюки неплохая ткань. 93% вискоза и 7% полиэстера. Подкладка полностью полиэстер. Значит, он... Это был размер LARCH. Он стоит 160 долларов, канадский. Вот его номер. И он действительно приятный. Приятный на ощупь. Вот чувствуется все-таки, что что-то... Ткань натуральная. Счит хорошо, аккуратненько. Видите, так все. Вот здесь внутри такой рулик проложен. В общем, неплохо. А брюки тоже такой же состав. 76 долларов. Вы знаете, у них как-то цены немножко... Ну, вот это платье было очень дорогое. А вот костюм, например, этот тоже размер LARCH. 76 долларов. Ну, в общем, как бы не страшно. Но, честно говоря, мне эти брюки не очень нравятся. Жакет мне нравится, если бы брюки были немножко другой фасон. А мне кажется, они должны были быть пошире, как-то, знаете, посвободнее, такими вот палацци широкими. Тогда это было бы очень стильно. А так вот эти узенькие брючки такие не очень модные, не очень стильные, как бы нет. Мне не очень нравятся. Знаете, вот это платье мне нравится намного больше, хотя оно и дешевле. Во-первых, мне нравится сама ткань. Ну, в смысле, не качество, а расцветка. Оно как-то более... Оно интересное такое, знаете, как будто расплывшиеся вот эти вот пятна. Намного как-то благороднее, что ли, выглядит, чем вот это вот. И оно... Я люблю такие фасоны, просто, знаете, такое платье-рубашка. Юбка клешная, такая плессированная. Верх тоже такой немножко плессированный и рукав такой плессированный. Длинный такой, ну, классный. Мне нравится верхничок. И оно дешевле, чем это, чем-то. И оно мне нравится. Оно прямо очень классное. Серьезно. Потому что оно такое, знаете, во-первых, на все случаи жизни. Во-вторых, его можно и на работу, и куда-то так надеть в другое, ну, в любое место, на всяком случае. Оно не так бросается в глаза, но при этом оно очень интересное, яркое. Тоже, в общем-то, но такой, не вырви глаз, а, в принципе, очень даже, ну, может быть, потому что еще фасон мне нравится. Вот этот фасончик не мой, а вот этот фасончик прямо мой. Вы знаете, да? Это прямо любимый мною фасончик. Очень-очень классный джинсовый плащ. Вот он действительно классный. Я не знаю, почему он мне очень нравится. Необычный как-то. Знаете, все эти плащи, бежевые уже плащи, так надоели. А этот вот такой, он такой хиповый, стильный, классный, потертая такая ткань. Знаете, он такой как, совершенно сделан в виде классического плаща, но из такой потертой джинсы. Значит, здесь погончики. Внизу как-то он так вот отстрочен. Пуговицы, пояс. Шлевки мне очень низко. Я подняла, потому что мне прямо очень низко. Сзади тоже вот такая же штука. Вот такой вот симпатичный, симпатичный парадничок. Сейчас я его расстегну. У меня там внизу это платье. Оно даже очень подходит. Я вам покажу. Это размер ларч, как раз мне в самый раз. Ой, как мне жарко здесь. Жарко, и музыка эта бешеная орёт. Я не знаю. У меня манго отбивает всякую охоту сюда ходить из-за этой сумасшедшей какой-то безумной музыки, которая орёт так, как будто бы здесь какая-то дискотека для малолеток. Ну вот, вот такой вот. Вот такой вот он. Плащец. Плащик классный. Правда, классный. Очень мне нравится. Так, платье у нас полиэстер. Размер ларч. Стоит оно 100 долларов. Опять же, повторюсь, в Заре и Вечене можно такое же платье, ну, похожее купить дешевле. Если вам только очень-очень нравится вот именно вот этот вот фасон, дизайн, расцветка, тогда да. А если просто вам нужно какое-то такого типа платье, то вы найдёте в любом масс-маркете немножко подешевле. Опять же, у нас в Канаде. Не говорю за за всю Одессу, что называется, а вот говорю за Канаду. Так, и плащ. 199, 200 долларов. Дороговато, но вот как раз плащей таких я больше нигде не видела. Может быть, я плохо смотрела, но как-то я не видела. Он интересный, не знаю, что-то мне так понравился. Тоже ларч, вот его номер. И 200 долларов. Ну, естественно, это хлопок, потому что это джинса. И что у нас, что интересного хотела вам показать? Он, знаете, немножко тяжеловат за счет того, что это джинса. И здесь вот много всяких деталей. Видите, два слоя, сзади шлица. Ну, два слоя имеют вот эта вот штука еще погончики. Пуговицы такие, типа, роговые. Как это у меня не называется, да? Вот такие вот. Здесь такая на манжете. Можно ее затягивать, застегивать на эту пуговицу. Вот. Ну, вот такой вот мне нравится. Вот этот плащ мне нравится. Ну, что ж, друзья, мы будем прощаться. Как вы видели, примерки были короткие, потому что не так уж много чего мне в магазине понравилось. Во-первых. Во-вторых, с моими размерами, конечно, очень трудно что-то найти. В основном, смол, экстрасмол, даже медиума мало. Ларч вообще очень редко встречающийся размер. Но, в общем и целом, кое-что мы нашли и будем дальше продолжать искать интересные, красивые вещи. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. До новых встреч. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok